Все любят ходить в кино. Но знаете ли вы, что происходит за кулисами кинотеатров? Пока вы смотрите новый блокбастер, вы столько всего пропускаете. В темноте залов скрывается множество секретов, и руководство кинотеатров не хочет, чтобы вы их знали. Но мы их раскроем. Вот 10 секретов кинотеатров. Номер 10. Тошнота в кино. Мы ходим в кино отдохнуть и отвлечься от повседневной жизни. И мы точно не ходим в кино ради того, чтобы нас стошнило. Но именно это может случиться, если фильм в 3D. Когда вы смотрите кино в 3D, глаза посылают в мозг сигнал о том, что вы движетесь. Но внутреннее ухо, которое воспринимает движение, не отправляет тот же сигнал в мозг, потому что вы сидите на месте. У многих людей эти смешанные сообщения между мозгом, глазами и ушами вызывают тошноту. Хотя меня тошнит, так как иногда надо доплачивать за очки. Некоторые люди падают в обморок из-за фильмов ужасов. На кинофестивале в Торонто в 16-м году, во время премьеры фильма про каннибализм сырое, несколько человек потеряли сознание в проходе. Один зритель ударился головой, и ему потребовалась медицинская помощь. И не приходите в кино в пьяном виде. Житель Регона пошел на изгоя один, выпив перед этим пиво. Он заснул. А когда проснулся, кинотеатр уже закрылся на ночь. И он оказался заперт. Пришлось звонить в службу спасения, чтобы его освободили. Сила не была с ним в ту ночь. 9. Аудиовизуальная ложь Вряд ли вы приходили с берушами в кино. Но, возможно, стоит это сделать. Хотя стандарт громкости фильмов 85 дБ, кинотеатры поднимают ее до 130 дБ. Это громкость взлетающего самолета. Эксперты рекомендуют не слушать звуки выше 90 дБ. Но нет закона, запрещающего кинотеатрам увеличивать громкость. Так что это явно продолжится. А что насчет видео? Кинотеатры утверждают, что показывают фильмы в Extreme Digital. Но это не должно вас впечатлять. Ведь это просто другое название для стандартной цифровой системы показа. Ее используют вместо системы IMAX, потому что она дешевле. И с ней намного проще. Да и IMAX тоже не всегда радует на самом деле. Стандартный размер экрана IMAX 72 на 52 фута. Но не во всех кинотеатрах хватает места для такого экрана. И при этом они все равно называют себя IMAX. Например, экран IMAX в кинотеатре AMC Empire на Таймсквер в Нью-Йорке 58 на 28 футов. Почти в два раза меньше. Проверьте кинотеатр перед походом в него. Может быть там не IMAX, а ложмакс. Номер 8. Вы не экономите деньги на комбо. Вкусная еда – одна из лучших частей походов кинотеатр. Но если вы покупаете один из заманчивых вариантов комбо, то обязательно нужно убедиться, что вас не обманывают. Например, эта комбо под номером 4 экономит 12 центов по сравнению с хот-догом, начос и напитком, купленными по отдельности. Комбо дают иллюзию того, что вы экономите деньги. Но вы покупаете гораздо больше, чем хотите съесть. На самом деле вы тратите больше денег, чем обычно. И все из-за красивой коробки для снэков. Когда в следующий раз захотите купить комбо-набор, подсчитайте свои траты. Номер 7. Сотрудники любят развлекаться. Закончив продавать посетителям нелепые 3D-очки и выметать весь упавший попкорн, сотрудники кинотеатров выпускают пар. Как правило, работникам разрешается смотреть какие угодно фильмы бесплатно. Это даже поощряется, потому что они могут лучше ответить на вопросы посетителей, если видели фильм. Правда, сейчас ситуация немного изменилась. Пару лет назад в США сотрудники кинотеатров могли поиграть в PlayStation или Xbox после закрытия, прямо на большом экране. Как вы можете догадаться, играть в Call of Duty на киноэкране с высококачественным звуком очень круто, но, к сожалению, технологии развились, и теперь это проделать невозможно. Печально. Если кто-то из ваших друзей работает в кинотеатре, возможно, вы сможете развлечься с ними. Им часто разрешают раздавать бесплатные билеты своим друзьям, только не задавайте много вопросов. Номер 6. Кинотеатры грязные. Кинотеатры зарабатывают, набивая в залы кучу людей, поэтому у них мало времени на то, чтобы очистить залы между показами. Бывает, что у уборщиков есть только пара минут, прежде чем начнется новый сеанс. И некоторые начинаются и заканчиваются одновременно. Так что в зале быстро подметают, и все. Ни пылесоса, ни чистки ковров. Все это возможно только в конце дня. Именно поэтому в некоторых кинотеатрах ковры кажутся такими липкими. Если хотите помочь бедным уборщикам кинотеатров, забирайте мусор с собой. Если же для вас это сложно, то оставляйте мусор на сиденье, а не на полу под ним. Так уборщикам будет легче его увидеть. А если вы или ваша семья берете в кино маленького ребенка, пожалуйста, меняйте ему подгузники в туалете. Не надо это делать в проходе. Уборщики не любят находить наполненные подгузники под сиденьями после нового мультика. Номер 5. Трейлеры могут вас шокировать. В кинотеатрах очень раздражает то, что ты приходишь ко времени, указанному на билете или в расписании, а фильм начинается только через полчаса. Это делают специально, чтобы продать вам побольше еды и заработать на показе рекламы. Но об этом чуть позже. Кинотеатры также используют это время для показа трейлеров, которые заинтересовывают зрителей. Эти трейлеры должны соответствовать фильму, которой вы смотрите. Так что перед мультфильмом вам покажут что-то похожее. Но в 16-м году зрители кинотеатров Калифорнии, пришедшие на «В поисках Дори», увидели к своему удивлению трейлер мультфильма для взрослых «Полный расколбас» с неприличными шутками и матом. Думаете, это плохо? В 13-м году во Флориде перед «Холодным сердцем» показали трейлер откровенного триллера «Нимфоманка». Руководство кинотеатра похолодело. От ужаса! Номер 4. Попкорн дорогой. Мы уже поняли, что снеки в кинотеатрах дорогие. Но знаете ли вы, что, например, попкорн стоит дороже, чем хороший стейк? Если набрать маленькие коробки попкорна на килограмм в Британии, это обойдется в 65 фунтов. Кило ребра качественной говядины – 57 фунтов. Но трудно удержаться от покупки попкорна, ведь он так вкусно пахнет. Но это искусственные ароматизаторы. Масло кокоса или канолы, которые усиливают запах. Попкорн вкусный, даже если он не очень свежий. Он остается свежим где-то два дня. Но в кинотеатрах нередко готовят большую партию на целую неделю вперед. Дело в том, что продажа снеков – один из главных источников дохода кинотеатров. Первые недели показа фильма в кино все доходы с продаж билетов идут прямо в студию. А кинотеатры начинают получать деньги с продажи билетов только когда фильм идет больше месяца. Если бы мы не платили так много за попкорн, кинотеатры, возможно, не могли бы выжить. Номер три. Вам покажут кучу рекламы. Как я уже говорил, другой способ заработка для кинотеатров – это реклама перед фильмами. Вероятно, именно поэтому время показа этих реклам увеличивается с каждым годом. Время между включением проектора и началом показа фильма теперь составляет где-то полчаса, и зрителям это совсем не нравится. Однако доход от рекламы в кинотеатрах увеличивается на 10% в год, так что это не прекратится. В среднем реклама на 30 секунд стоит 1345 фунтов на один экран в месяц. Неудивительно, что кинотеатры берут так много реклам. Если вы не хотите их видеть, то это возможно. Время начала показа в расписании не всегда точное, в отличие от окончания. Узнайте, сколько длится фильм, вычтите его длительность, почитайте и поймете, когда лучше приходить. Удачи! Номер два. Лучшие места в зале. Не все места в кинотеатре одинаково хороши. Когда залы создают и настраивают, аудиотехники обычно выбирают места ближе к концу зала, прямо посередине. Там лучше всего калибровать оборудование. Если вы сможете сесть там, то вы получите максимальное удовольствие от просмотра. Но любителям мягкого звука лучше сесть у стены. А когда вы выберете лучшее место в зале и поставите свой стакан с лимонадом в держатель для напитков, подумайте, что делали люди до 81-го года. Потому что именно тогда изобрели держателя. Они ставили стаканы между ногами и морозили себе бедра? Или же стаканы ставили на пол, из-за чего их постоянно опрокидывали и проливали? Теперь уже не узнать. Номер один. Вам внушают покупки. Мы знаем, что кинотеатры хотят продать как можно больше снеков. И они ни перед чем не остановятся. Как и торговые центры или супермаркеты, кинотеатры созданы так, что они вытягивают из вас кучу денег. Причем буквально. Вы не можете зайти в зал, не минуя при этом стойку с едой и напитками. Если с вами дети, то они обязательно увидят изображение любимых героев на ведрах с попкорном, которые расставлены по всему кинотеатру. И во время рекламы перед фильмом так и хочется выйти из зала, чтобы купить пару снеков и напитков. Возможно, самый хитрый метод внушения – это специальные вентиляционные отверстия в залах некоторых кинотеатров. Их подключают к трубам машин для попкорна, и они выпускают приятный и такой манящий запах прямо в зал. Разумеется, этот запах действует на зрителей, и они начинают хотеть есть. Кто в здравом уме сможет устоять перед покупкой попкорна после этого? А вы знали об этих секретах кинотеатров? И знаете ли вы, как не попасться на их приемы? Может вы играли в Xbox в кинотеатре? В общем, расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр!